Ну что ж, наконец-то на дворе апрель. Сегодня солнечный денек. Есть возможность попробовать надуть моего варвара от Тайм-Триала. Собственно, чем мы будем сейчас заниматься. Так, совершенно не тяжелая упаковочка для одного человека. Ее донести без проблем. Очень удобные лямки. Правильно сделаны. Вот эти жесткие, относительно и одновременно мягкие. В общем, ничего не режет. Очень удобно тащить только в путь. Раскрыли. Комплект у нас, я так понимаю, это спинка. Это у нас ремнабор. Это мешочек. О, мешочек. Мешочек не потеряшка. В нем можно, в принципе, мне кажется, хранить всякие нужные вещи. Какие-то документы. Просто жалко его. Может, это под ремнабор, да не навряд. Сумочек. Так, это у нас сидушка. Это такой большой моток заполнительной и запасной ткани. Он пока не лежит. Так. Так. стало немножко жарко а то стало немножко жарковато за что я люблю надувные лодки 3 минуты и уже почти надута остался только пол точнее дно качаем но и смотрим что там внутри за пять минут управился жарко конечно развиваться раздеваться нельзя разденешься может продуть ветер дует это быстро заболеть так это у нас мы не будем привязывать так вот это вот это у нас спинка вот такая получается надувная байдарка она же к яичок это у нас варвар гигант гигант варвар гигант из допов это держатель весла на резинке кладется весло цепляется за эту штуку все весло не мешает поплавок акули или как он правильно называется дальше система самоотлива здесь по бокам надувного на есть вдоль лодки проема куда текает вода и отсюда она собственно говоря потом вытекает то есть если у нас сюда что-то попало от порога отвесла вот это все она уходит вот сюда вот по бокам и там спокойненько вытекает обратно водоем то есть в любом случае воды здесь долго не будет если даже сильно черпанете она уйдет это мы будем тестировать сейчас чуть позже в мае пока что у нас проверка так сказать на отсутствие каких-то зьянов сейчас будем смотреть как садится как сидит в этой лодке так посадка байдарку на суше на суше устойчиво на воде я думаю будет еще устойчиво у нас боковые ремни держатели для прохождения порогов принципе в обычной жизни в обычном гребле они не нужны как правило на кайке посадка идет именно вот так ноги ноги редко кто вытягивает вперед это неудобно в принципе то скажем так дополнительная какая-то неудобная нагрузка на спину как правило посадка происходит вот здесь что мне не очень нравится этот клапан его отсюда надо убирать либо сюда под сидение либо вперед потому что здесь он оказывается прямо под ногами мы прямо здесь будем его топтать все время и всю дорогу садится наступать на это неудобно он либо должен быть там где-то либо под сидением либо сзади но никак не не на этом месте неудобно вот такая вот лодка по мне она прекрасно подходит именно для одиночного путешествия такого более длительного экспедиционного в ней в ней не тесно в ней хорошо комфортно удобно здесь поместится и спереди гермомешок с основными какими-то грузами с основными вещами с какой-то фото техникой с какими-то вещами на переодевку скажем так оперативно сзади прекрасно влезет ваш продуктовый мешок палатка тент и и прочие прочие нужности которые не являются первой необходимостью при при сплаве покупайте себе надувное сплавное средство будь то этот каяк от тайм-триал варвар гигант либо это будет какое-то другое сплав средства но в любом случае скоро весна не забывайте жить коротка и надо ее брать сполна путешествовать ведь нет ничего более прекрасного чем природа и лучше ее увидеть один раз своими глазами чем 10 раз на фотографиях и картинках сделанных другими людьми ну что ж остается только его спустить собрать и он готов первому спуску на воду так и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну и как вы можете заметить, в принципе, здесь полно места, куда еще дофигача можно положить. Например, если вы пользуетесь лягушкой, они вот таким вот насосом, такой насос проблематично, положить сюда. Ну и лягушка вот сюда прекрасно влезет. Плюс сюда еще может влезть много всякой мелочевки. Спас-жилет, если он надувной, или как его еще называют, страховочный. Ну и вот вам свободное место.